Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Каждую неделю, ну почти каждую, по пятницам, ну в основном по пятницам, Встречайте Михаил Садорнов в том шоу Неформат. Что вы хотите в Неформат? Неформат он и в Африке Неформат. Здравствуйте дорогие друзья, вы слушаете радиостанцию Юмор ФМ. В прямом эфире для вас работает студия, в которой собрались замечательные люди, Помимо работников радиостанции. Это правильно, мы замечательные люди. Вот хорошо, что вы так в лицо, не боясь, говорите честно, в глаза. Замечательный, и вы тоже очень хороший человек. Извините, что перебил вас. Михаил Садорнов, автор ведущей программы Неформат. И Максим Забелин, тоже соведущий. У нас есть, что обсудить сегодня. У нас очень много новостей, разных событий. Мы традиционно постараемся иронично смотреть на вещи, понимая, что не все безоблачно в нашем мире. Но тем не менее, только юмор, по метку выражения Михаила Задорнова, позволяет русскому народу преодолевать все трудности и невзгоды, которые стоят на его пути. Песня помогает строить и жить. Помните, да, эти слова из песни? Они очень точны. А юмор помогает нам выжить. Это я добавил. И считаю, что добавка очень верная. Я сегодня получил несколько писем в личку, в живом журнале. Мол, Михаил Николаевич, вы сегодня будете в эфире в прямом. Мы очень ждем, что вы скажете про Нищенко. Но я думаю, это надо оставить на десерт. Пускай люди немножко подождут. Потому что все-таки нельзя обед начинать с десерта. Вы знаете, у нас каждая программа начинается с того, мы традиционно, ну, по синусоиде, что ли, располагаем наши новости, которые готовят службы информации, наши редакторы, с привлечением ваших людей, ваших ресурсов. И люди с самого начала на 8870 на гостевую книгу радиостанции ЮморФМ в сети интернет на сайте веселойрадио.ру начинают сразу присылать. А почему вы не обсуждаете это? Это же так важно. Почему вы не говорите об этом? Но к концу программы мы все эти запросы, надеюсь, удовлетворяем. Друзья, вы можете совершенно спокойно присылать вопросы, которые у вас есть на... Точнее, не присылать, а озвучивать на короткий номер 0731. Со всех своих мобильных звоните, пожалуйста. Самые лучшие мы традиционно обработаем. И в конце программы мы устроим небольшой блиц для Михаила Николаевича, который ответит на эти вопросы. Ну, а пока у нас традиционно... Сейчас вопросы вы правильно заметили. И мне тоже приходят вопросы вот такие. Почему вот я два часа вас слушал в эфире, моего дядю два дня назад до эфира избили на базаре, а вы об этом ничего не сказали. Претензии очень реальные бывают. А где мы с вами в это время были? Я принимаю это. Николай Николаевич, зачем самих себя сдавать? Ну, были мы на том базаре. Да, почему бы это мы с вами его избили и не признались. Ну что, будем начинать традиционно? Или как вы скажете? Да, наша традиционная разминка. Я просто хочу призвать вас всех, друзья, пожалуйста, все ваши наблюдения относительно нелепых надписей, сообщений, объявлений присылайте на 8870 наш короткий номер, смс-сообщение, а также в гостевую книгу, если вы живете за пределами России, поскольку там этот короткий номер не работает. Мы обязательно самые лучшие прочитаем и постараемся даже вручить призы, подарки от Михаила Задорнова. Книги, диски, очень... Обязательно, да. И диски мне очень нравится дарить людям, потому что они потом пишут мне благодарности. А это очень приятно. А вообще насчет разминки я вам скажу так, насчет нашей традиционной. Я работал в последнее время, и у меня наблюдений немного. Но все равно есть, потому что от них никуда не денешься. Они повсюду, они крупой, рассыпаны забавности по всей нашей великой родине. Вот, чтобы далеко не ходить никуда. Вы знаете, что висят афиши, которые вызывают недоумение у интеллигентных людей. И совершенно не вызывает никаких вопросов, не возникает у попсовой публики. По этой афише можно сразу понять, кто попсел, а кто сохранил интеллигентное мышление. Абсолютно откровенно написано. Шоу монахов шоу-линя. Вообще шоу и монахи – это живой труп, это горячий снег, это оксюмарон. Для интеллигента человека шоу-монахов быть не может. Даже если это, причем еще шоу-линь написано два раза шоу. Это безграмотно написано. Для меня, например, вот я стоял с моим другом Владимиром Кочуном перед этой афишей. Мы стоим, грустнячим, глядя на это падение нравов, что монахи в шоу пошли. Им осталось только в плейбое сняться. Ну как, вы смотрите друг на друга и говорите, ну что, пойдем? Ну, пойдем на шоу-линь. И мы решили, что это то же самое. Вот, представляете, вывесить афишу. Сейчас, 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 сейчас сформулирую. Это проповеди проституток Мон Мартра. Вот это примерно то же самое. Ну, что еще из таких наблюдений? Я знаю, что сегодня в эфире. Естественно, заглянул в почту. И действительно, не зря, интересное письмо прислали пассажиры рейса Москва-Тель-Авив. Летели в сентябре. Знаете, что такое по-еврейски? Ну, мы с вами не очень хорошо этот язык знаем. Но по Шанатава это Новый год. И вот для встречи Нового года в сентябре летели здешние московские, такие ортодоксальные евреи в Израиль, естественно, на родину свою историческую. И детей было очень много, тоже израильских детей. А там же принято все разрешать детям. Шум, гам, самолет трясется больше, чем в турбулентности. Бегают, орут. Никто им замечание не делал. Гениально наша девчонка какая-то выступила. Видимо, она без мужика летела. Ее прорвало, она спать не может. А видимо, спохмелюгись реальный. Вышла перед салоном, расстегнула лифчик, расстегнула кофточку. Сказала, видели, если они сейчас не заткнутся, я вообще разденусь до гола. Сидели, как мертвенькие. Никто не пикнул ни разу. Вот все-таки. Вот ее надо в наш неформат. Вот как бы ее найти? Такой необычный подход. Вот, оказывается, что делать-то надо, чтобы заткнуть этих балаганящих в рейсах в авиационных. Михаил Николаевич, есть великая сила, как получить телефон девушке. Об этом нужно вам рассказать просто в эфире. Попросите ее, чтобы она прислала нам телефон. Если кто-то знает телефон этой девушки, пришлите, мы тоже будем балаганить, чтобы она нас успокоила. На рынке ценник свинья, в скобках, избранная. Вот что это такое? Сало, копыта и рога, я зря про свинью сказал. В газете выйду замуж за иностранца, в скобках самовывоз. Вот такая поблажечка, такие скидки уже начались для иностранцев. Один из членов администрации нашего премьера, видимо, заразился от премьеры крутыми словами. Сказал, состоится, это я слышал собственными ушами, и до сих пор не могу понять, что это означает. Я прошу, дорогие наши слушатели, расшифруйте мне. Он очень важней, чем выдал следующее в эфир. Состоится нулевое чтение политических амбиций. Вот я действительно не въезжаю, что это означает. Видел, на ларьке было написано, и мне это очень понравилось, это уже от простонародья подарок. Говорите громче, в ларьке работают холодильники. Вы представляете, этот шум, грохот, где они такие холодильники взяли. Ну, а это я видел в книжном магазине, я же хожу по книжным магазинам. Я выступал в Люберцах, в книжном магазине, ну, шкафы, на каждом шкафе написано, там, я не знаю, эзотерика, там, приключенческая литература о любви. На одной полке наверху, значит, написано «Сентиментальный роман». Стоит одна книга, одна. Готова, как называется, «Сдохни, тварь». Сентиментальный, гениально. Ну, и мне жалуются, продолжают родители на то, какие задачки задают детям. Значит, во втором классе учительница сказала детям «Нарисуйте мир глазами кузнечика». Я вообще не могу. Я смеяться начинаю, потому что, ну как, ну это даже не анаша. Это две таблетки ЛСД надо принять, два колеса, чтобы увидеть мир глазами кузнечика. А вот я записал аккуратненько и попытаюсь произнести. Ну, такая типа пирожковой. Но владельцы косят под то, что это пирожки, это в одном из подмосковных городов, что это пирожки якобы из Японии доставлены только что. А пирожки реально вот с повидлом там, ну такие раньше по пять копеек продавались на вокзалах. Пирожковой называется, внимание, вот кто хочет, попытайтесь переписать. Пирожковая называется, Веста Центр Интернешнл, Екитория Ян Примус Сандык Менза. А продают тютельные пирожочки. Название длиннее, чем эти пирожки. Вы знаете, я был еще в турбюро в одном. Там все говорят очень круто, и мы об этом с вами уже не раз упоминали. Им нравится говорить, где твои аттачменты, зарубь клиента. В общем, им кажется, что это... Им нравится называть туры красиво. Safari Ecological Tour. Я ездил в такой тур лет 10 назад, мне двух шуков показали в пустыне. И сказали, что это крутое сафари. Вы увидите мир глазами кузнечек. После я в этом... Там молодежь подошла ко мне в турбюро, в который я пришел. Они все-таки меня знают. И говорят, там, сфоткаемся, сфоткаемся. Но главное другое. Я решил их немножко приколоть. Говорю, у вас не очень интересно туры называются по России. Назовите, например, Ecological Trip Aborigin Tour. Они записались. А что это? Я говорю, это поездка на маршрутке в Кострому. Это некоторые засмеялись. Один говорит, можно? Повторите еще раз. Это круто. Он говорит, это сработает. Я говорю, тогда пиши еще Extreme Survive Railway Stale Exotic. Он говорит, что это? Говорю, неделя на Курском вокзале с бомжами. Но все это, конечно, правда. Когда замечаешь это все, всегда есть повод хихикнуть, хохотнуть. И жить становится радостнее. Но иногда даже я грустнячу. Вот детская книжка. И там такие стихи. Ведь сегодня то, о чем мы с вами говорили, очень важно у детей отбить уважение к собственной родине. И делается это намеренно. Это намеренное предательство. И вот в детской книжке уже он 15 лет не мылся, и не истригся, и не брился. И одежды не стирал, даже нос не вытирал. Ну, то есть гадость реальная. Это про нашего ребенка. Как зайдет к Еге, та ахнет, фу ты, русским духом пахнет. А вот за это я бы отправлял на 15 суток. Ненадолго, но на 15 бы отправлял. И дальше. Почему Кощей Бессмертный просто сказочно богат? Потому что он бездетный и к тому же не женат. То есть уже коды, чипы вставляются в детей во втором, в первом классе, в дошкольном возрасте. Вот за это надо судить. Это вот где правозащитники нужны были. И, наконец, шедевр. Омерзение. Эти дочки и сыночки с сундука сорвут замочки, доберутся до яйца. Трах иглу и нет отца. Судить, судить и бить сапогами, с подковами, раздевалку заводить и бить, и вырывать волосы из-под мышек за такие стихи. Друзья, у нас сейчас будет небольшой перерыв на рекламную паузу. Пожалуйста, я уже вижу, присылаете вы на 8870 ваше сообщение. Мы сейчас подведем короткие итоги. Обязательно вернемся. Самая неформатная программа во всем белом свете, пожалуй, продолжает свою работу. Неформатная, наверное, потому что она выходит в то время, когда никто уже не ожидает. Как всегда, практически всегда по пятницам. Но именно эта неожиданность настолько приятна, что люди нам вот пишут, что ура, наконец-то попал на программу Неформат. Друзья, слушайте Юмор.ФМ. Обязательно выйдет у тебя программа Неформат по пятницам. Михаил Задорнов отвечает на ваши вопросы, комментирует события. И у нас есть, что зачитать из ваших смс-сообщений, которые приходят на короткий номер 8870. Для начала, ну, нас сейчас будут опять в пропаганде объявлять. Приходили неоднократно сообщения, что все, больше вашу радиопередачу не слушаю. Такого рода. Итак, пропаганда начинается. В Смоленской области киоск. Ага, я понял, про что вы сейчас сказали. Я сначала намек не очень осознал. Да, точно. Конечно, жалоб было очень много. В Смоленской области киоск. Надпись «Аптека Гея». Ну, вы так сказали. Я расшифрую, потому что все поняли в одном только смысле. На самом деле это названо именем богини Земли. По-гречески. Да, но, во-первых, причем Смоленская богиня греческая. И, конечно, нелепость просто очень нехорошая получилась. В Кургане парикмахерская. Ну, это уже такая мысль, да, которая заставляет русского человека придумывать такие названия мощные. Это то, о чем вы говорили про пирожковую. Пирожковая, но как называется? Так вот, представьте себе, в Кургане парикмахерская называется «Шевелюрия». Шевелюрия. Это вот говорит жена мужа, ты сегодня в шевелюрию пойдешь, им кажется, что они круто живут. Уже салон не проходит. Уже многие знают, что в салоне разводилово полное. Надо что-то новое придумать. Но тоже, чтобы было немножко непоняткой отдавало. И в то же время круто, чтобы было. Хотя, а почему по-русски не назвать? Вот парикмахер, это не русское слово, стилист, вообще отвратительно. Вот Зверев, он стилист. Попробуйте назвать Зверева парикмахером. Он, у него губы лопнут. И надо стригун, вот Зверева, постригун назвать. Подстрижечная, как сказать по-русски? Подстрижечная. По правде надо называть нашими словами. А то эксгумация, труповыкоп. Красивее будет, как наша профессия, я вам только что говорил, да, в перерыве. Стендапер. Ну что же это за слово, стендапер? Есть русское слово. Кого называется, что за жанр, который называется круто по-русски, но из английского? Стендап. То есть этот человек просто стоит и разговаривает с залом. Стенд, стоять, ап, ну, вертикально стоять. Вертикально стоящий. Потому что обычно же как-то не вертикально так стоящие ходят по сцене. И тут стендапер, теперь русское слово появилось. И вот эти молодые шоумены часто говорят, я стендапер. Я все время думаю, ему не стыдно про себя вот такие слова. И я одному говорю, ты не стыдно, говори по-русски. Он говорит, как, стояк. Ты юморист стояк. А если не смеются, ты юморист сухостой. Значит, таким образом. Ну, а эти красивые слова же сейчас премьер тоже используется. Ведь вы знаете, что проект его с полицией провалился? Ну, как, ну, милиция хотя бы, хотя бы по-доброму называлась и к ней хорошо относились. А теперь полиция, слово крутое, а провал полный пошел. И он хочет переименовать, и будет жандармерия. И, значит, жандармерия стрижется в шевелюрии. Вот это хорошее сочетание. Вывеска на магазине, все для рыбалки. Рыба, раки. Снежана из Ростовской области прислала. Замечательно, Снежана. Снежана, виртуальный поцелуй в эфире и с меня подарок. Диск. Это очень хорошая наблюдашечка. Я даже со сцены буду ссылаясь на Снежану зачитывать. Вывеска. Из Новосибирска прислали сообщение. Осторожно, территория охраняется собаками и пьяными шоферами. Это страшно. Вот это точно никто. Слушайте, я у себя поверю. А, у меня же латыши не разрешат. По-латышски это звучать не будет. Здорово. Ну, еще есть одна надпись на калитке. Из Москвы прислали, так что, вероятно, такая калитка есть в Москве. Если тебя не загрызут собаки, я тебя застрелю. Вот такая угроза. Здорово. Вот гениальный русский народ. Все не на пользу государства, но это весьма славно. Но, а как вам это нравится, роддом работает с 12 до 17.00. Все, все, бабы, подстраивайтесь. Как-то за 9 месяцев загодя постарайтесь попасть в это время. Друзья, у нас сейчас будет небольшой перерыв на рекламу. Правда, очень короткий. Оставайтесь с нами. После этого мы вернемся и продолжим уже политическими новостями. Продолжаем программу «Неформат». В студии прямого эфира «Юмор.ФМ» Михаил Задорнов отвечает на ваши вопросы. Но и комментирует самые интересные сообщения, которые приходят к нам по каналам информационных агентств. Из Вашингтона пришло сообщение. Михаил Николаевич, как-то... Мне лично. Согласен. Вам лично. С подметкой. Михаилу Задорнову срочно. Старший сотрудник Белого дома Джоффи Джозеф лишился работы за публикацию критических высказываний в адрес правительства и президента США Барака Обамы в Твиттер. Об этом передают американские СМИ. В течение нескольких месяцев Джозеф оставлял в Твиттер колкие замечания на своем аккаунте, который, к сожалению, в данный момент уже удален. Так как мы не были на него подписаны, мы не смогли прочитать, что же там колкого такого было. Но его страница очень быстро приобрела популярность среди многих политиков, а сам Джозеф в данный момент, когда его уволили, он перестал получать зарплату, уже раскаялся и принес извинения тем, в том числе и Бараку Обаме, кто был им оскорблен. Итак, как вы думаете, за высказывание? Вот мы много получаем сообщений от людей, которые говорят, как вас до сих пор еще не закрыли, вы говорите такие вещи. Вот в Соединенных Штатах человек написал в Твиттере, был уволен. Ну вот, представляете, и они все время выставляют нам претензии, мол, у вас нет свободы слова. Вы, господин Путин, посадили Пусси Райт, вы с Гринписом обошлись негуманно, да? А тут Обама допустил очень серьезные высказывания, совершенно неприличные, недостойные, благородного, интеллигентного человека по отношению к нашему президенту. А тут в Америке в самой, знаете, в самой творится чертичок, какая же там демократия? У меня есть друг, он живет в Нью-Йорке, и когда я о нем рассказал по телевидению, как он мне приводил примеры тупости американцев, его вызвали в департамент, и ему сделали внушение. Вы приехали из Советского Союза в начале 80-х, если вы не хотите, чтобы у вас были неприятности, пожалуйста, больше Задорнову ничего не рассказывайте. Они, правда, не знают, кто такой Задорнов, там, здесь-то знают в посольстве американском, там не знают, они сами не знают, но им главное инструкцию озвучить. И они будут говорить о демократии после этого? Я считаю, наши плохо делают, что это все не развивают в мире. Сейчас надо наехать было на Штаты по полной программе, чтобы в Евроньюз мнение какого-то из наших политиков было. Ведь дальше это же развивается тема. Смотрите, Меркель и президент Франции, они собрались поговорить наедине, потому что стало известно, что их прослушивает ЦРУ сегодня. Это и без Сноудена теперь уже стало ясно. Кстати, мы о том, что по айфонам, по айпадам прослушивается и идет контроль ЦРУ, мы с вами говорили два года назад. И нам присылали письма, вы придумываете, а появился Сноуд Шереметьев, оказалось, что мы правы, между прочим. Он это озвучил, и весь мир взбаламутился. Но, значит, Меркель всерьез, президент Франции всерьез боятся, что их будут прослушивать. Собрались наедине. Они тоже собрались наедине провести, они в онлайне конференцию, и думают, что их прослушивать не будут. Нормально? Их пишут, мы собрались. Они смс-ками пускай общаются, причем по старым-старым каким-то мобилам надо найти, такие утилизированные, которые не прослушиваются. Им для того, чтобы поговорить наедине, надо приехать к нам под Норильск и зайти в Тундру. Причем не в Тайгу, в Тайге можно за кустиком прослушать. Надо в Тундру пойти и там поговорить наедине. И после этого США будут нас клеймить позором. Да мы должны на весь мир их клеймить позором сегодня за отсутствие свободы слова у них. Представьте себе, что гринписовцы, которые ничего... Вы видели фильм «Дом» называется, снятый одним французским режиссером? Это гениальный фильм о том, как засоряется планета. И он без всякого гринписа снял. И это такой мощный фильм. Он настолько в защиту природы и художественно сделан, этот фильм. Но гринпис ни одного подобного дела не сделал. Гринпис всегда устраивает провокации. Это... И представьте себе, что в США на нефтяную вышку забрались гринписовцы. И что они с ними сделали? Да они их расстреляют на месте. А сегодня нас винят за то, что их арестовали. Ну, я бы другое дело, может, я лично 10 лет и 12 не давал этим гринписам. Но на 15 суток я бы реально их посадил. Причем в советский КПЗ. И чтоб рядом сидели уголовники реальные, которые гринписовцам все вставят по полной программе. Чтобы им больше не хотелось. Они же не устраивают провокации в Саудовской Аравии. А там нефть добывается, экология тоже нарушается. Почему они около домов Рокфеллера и Ротшильда не собираются, гринписовцы? Хотя эти качают нефть так, как нашим не снилось. А сами подойдите к зеркалу, америкосы. Посмотрите на себя. Не со стороны, а зеркало. Вам даже хрюкнуть не захочется, глядя. Если вы увидите свой истинный портрет. Хорошая вот эта новость. К сожалению, мы не умеем и не можем на весь мир высказать свое мнение. Вот чем нам надо овладеть. Умением. Их чмырить не меньше, чем они пытаются нас критиковать. По-моему, сейчас мы это и делаем. Ведь мы вещаем на весь мир. Я думаю, что люди в Нью-Йорке уже подключились. И Белый дом. А почему наш дом называется Белым? Вот тоже погано. Ну, Белый дом, традиционно, Белый дом, вы знаете, что называется в огороде. Поэтому... Да. Ну, почему мы должны, как в Америке? Ну, неужели нельзя было у нас сказать Желтый дом там? Ну, какой-то другой цвет есть. Какой-то более посетительный. Красный дом. Красный фонарь. Ну, Белый дом, видимо, белый цвет. Цвет, точнее, цвет чистоты, непорочности. Ну, как все наше... Белый оральный кабинет там как раз... Овальный. Овальный? Ой, простите. Ё-моё, кошмар какой. Это вы Монику Левинске вспомнили? Да, она, кстати, сейчас устраивается на работу к Обаме. Да. Она прощена, ее хотят рассмотреть заново, устроить. Да, действительно, сообщает информагентство, что президент Франции Алант и канцлер ФРГ Ангела Меркель встретились за закрытыми дверями, чтобы обсудить вопрос, как их прослушивать. Я не могу... И в этот момент их все... весь мир стал прослушивать, потому что они заранее объявили, где они встретятся и от кого будут скрываться. Вы знаете, я начал говорить, но потом придержал немножко эту мысль. Она прекрасна и принадлежит вам. Меркель. Для... действительно, нужно по поводу вот этих туров, которые устраивают туристические агентства, нужно делать туры в Россию, в Норильск, в Тайгу. Вас никогда никто не прослушает. Конечно. Добро пожаловать. Езжайте туда на переговоры. Пацаны, возьмите с собой все, что надо для Тайги. И езжайте, я же был, знаете, под Килиманджаро, и туда приезжают бизнесмены со всей Европы, со своими моделями в прерию. А те, те бедные, они думали, что их кавалеры и джентльмены и спонсоры, папики и кошельки повезут в какие-то... А в какие-то роскошные гостиницы, а в прериях стоят такие палатки, отели из палаток набраны, и считаются пятизвездочными. И эти спонсоры сказали своим девахам, мол, поехали в пятизвездочный отель, папики, и брегли, а там палатки. С пятью спальными мешками. Пятьзвездочными. Видите, на каждой по звезде. Морской. И, а там написано, что в этих, во всех анонсах, что там есть туалеты, есть душевые. Я в этой, я же поехал тоже, я же тоже на это развелся. И я принимал душ. Вы когда-нибудь пытались принять душ под капельницей стоя? То же самое. Но эти смешно бабы приезжают, воспитанные мультяшками, воспитанные, знающие о природе только по, ну, в лучшем случае по Дискавери, но мозг не у всех созрел до Дискавери. А, в общем-то, по мультяшкам. И, а там же рычат звери по ночам. И ограды никакой. Один, один негр с берданкой ходит советского производства. И Масая два с копьем. С одним, но двоих. Это охрана пятизвездочного отеля. И эти бабы, которых спонсоры привезли в пятизвездочные палатки, привезли, они смешно очень закрывают палатку на молнию до конца и приставляют чемодан. Вот, чтобы, вот, к молнии. Потому что, если лев войдет, то, конечно, чемодан, чтобы... А еще сверху журналы кладут, чтобы чемодан потяжелее был. О, разговорились как ассоциативно. Хотя вообще говорили совершенно о другом. Вы знаете, вся Европа, на самом деле, сейчас стоит, образно выражаясь на ушах, в связи с этой прослушкой. В Испании заявляют, что никакой прослушки граждан нет. В Италии, наоборот, говорят, что несколько миллионов граждан этой страны были прослушаны американскими спецслужбами. И, действительно, что сейчас делать, Европа не может себе приложить. Потому что продолжать дружить с Соединенными Штатами, ну, как бы сделать вид, что ничего не было. Вот, да. А что ничего не было, только же не можно сделать. Вот, ребят, вы нас винили в Советском Союзе? Хлебните. Вы разваливали нас? Получите по полной программе. Хотя, насчет Италии, я думаю, итальянцы преувеличивают. Они все преувеличивают. И им нравится ходить, знаете, такие сидят, такие корчат из себя сицилянскую мафию. Я часто видел вот эти кофеюшечки вечерком, престарелые плейбои итальянские сидят, в шарфиках такие потрепанные плейбои. И им нравится, а меня американцы прослушивают. Они, значит, говорят, это предмет гордости такой. Вот таких и насчитали миллионов. Кому они нужны? Это, ну, это преувеличение, конечно. И с Испанией преувеличение. Чего их прослушать? Они днем спят все. Чего их прослушать? У них сиеста шесть часов. Еще спрашиваются, почему у них плохая экономика. Потому что не может быть экономики у людей, которые спят весь день рабочие. Ну, если вы помните, в свое время и в России предлагалось горячими головами сиеста для введения. Но об этом мы чуть позже поговорим. На севере причем. Да. Потому что морозно прятаться. А нам не надо сиеста вводить. У нас все равно все в интернете торчат в это время. Ведь в рабочее время больше всего приходят отзывы и комментариев во все блоги. И сейчас меня поганят по-всячески, всячески поганят в Латвии, что я нелицеприятно отозвался о русских. Они действительно там не хотят учить латышский язык. Ну, что это такое? Ну, это вопрос культуры, а не политики. И говорят, мы не можем интегрироваться в среду. Да выучите вы латышский. Что там учить? Десять минут надо же выучить латышский. Ну, плюс два дня еще. К десяти минутам. Обиделись, видите ли, что я... Кстати, в Латвии действительно серьезная проблема. Там сносится памятник сейчас воинам-восвободителям. И об этом уже объявили довольно официально. Мы к этому можем вернуться. И я им написал в ответ. Ребят, вы пишете обо мне гадости в рабочее время. Я не буду даже с вами разговаривать по этому поводу. Сначала поработайте, вечером пишите. Вечером никто ничего не написал. Все гадости после работы. Только к таким буду прислушиваться. Вообще, это отвратительное явление, да? Что больше всего в интернете пасется людей в рабочее время. И они, кстати, все пишут против государства. То есть, вот потрясающе. Это я свое исследование провел. Все, кто пишут против государства нашего, они все пишут в рабочее время. То есть, бездари, лентяи, у которых нет профессии. Все люди делятся для меня как на созидателей и страдальцев. Вот страдальцы это те, которые пишут в рабочее время. Я понимаю, что у нас скоро рекламная пауза. Я передержал. Друзья, у нас есть к вам замечательное предложение. Если у вас сейчас рабочее время... Не пишите нам, мы и так вас достанем. Да, но можете в интернете зайти на веселаярадио.ру и посмотреть онлайн-трансляцию из студии, где будет очень много интересного. А пока реклама. Продолжаем программу «Униформат». Прямой эфир из студии в Москве. 8870, номер для ваших смс-сообщений. 0731, звоните, задавайте свои вопросы. Подведем итоги в конце программы. Гостевая книга работает на сайте веселаярадио.ру. Там же открыта и онлайн-трансляция. Можете заходить, смотреть, что происходит в студии и даже слушать то, что происходит во время рекламных блоков. У нас приходят сообщения от вас. Некоторые из них мы сейчас зачитаем. Они говорят и о находчивости нашего народа, и о некоторой глупости тех людей, которые эти вывески, собственно, делают. Итак, сначала находчивость. На рынке лоток Андрей из Белгорода прислал. На нем надпись. Беляши отборные. Сам бы ел, да взял ипотеку. Хорошие цены на беляши, значит. В Питере салон красоты. Хорошая наблюдашка. Называется салон красоты. Внимание, истерика. Поняли, в каком состоянии люди из этого салона выходят? Очень смешная надпись. На автомобильной заправочной станции. Заглушите двигатель за 15 метров. Сергей Москва прислал. Что делать последние 15 метров? Толкаешь. Толкаешь. Инструкция к пищевой морской соли. Гениально. Только у нас. После истечения срока годности использовать как обычную морскую соль. Там пищевая была, как обычную морскую. А как мы обычную морскую соль используем? Но, между прочим, я лично... Наталья Колесникова прислал. Колесникова. Наташа. Если слышите нас, я видел на одной пачке соли было написано. Соль образовалась 2 миллиона лет назад. А в скопу срок годности 5 лет. Так что соль и заморочка, это не первая такая. Да, но удивительно, что делать с пищевой морской солью после истечения срока годности. Выпустить обратно в море, да? Выпускаешь и радуешься. Я ее выпустил в море. Друзья, присылайте ваши наблюдашки. Обязательно прочитаем их. Постараемся прочитать все. Но, по крайней мере, самые интересные точно. Михаил Николаевич, заканчивая историю с Greenpeace, которую мы в прошлом нашем выходе подняли. Россия отказалась, по сообщению агентства Interfax, участвовать в Международном трибунале по морскому праву. В том, что она не будет участвовать в разбирательстве по поводу дела судна Arctic Sunrise. Ну, я понимаю, почему, конечно. Потому что там начнут гадости говорить про Россию. Я не знаю. Я небольшой знаток всяких нюансов, связанных с политикой, с экономикой. Но, вот действительно, чего туда ехать? Они забирались на чужую территорию. И, конечно, когда интернет взорвался, негодование, мол, поварихи или там врачихи дали большой срок, хотя она нашинская и была среди этих гринписовцев. Я не готов об этом говорить. Хотя 15 суток надо дать и фотографу дать два раза по 15 суток. Потому что он заранее ждал их и стоял, и готовился к провокации, чтобы выложить это все на весь мир и стать знаменитым. Мне некоторые говорят, он очень хороший человек. Ну, вполне возможно. А что, мало хороших людей по тюрьмам сидит у нас, которые допустили неправильные поступки. За это надо как-то наказать. Хорошо, хорошо. Не сажать, но штрафовать надо реально, чтобы так, чтобы... А не так, как Медведев говорит. Вы разворовали Роскосмос, вас будут штрафовать 300 рублей из каждого. Так, чтобы это запомнилось. Он же сказал, буду строго наказывать вплоть до увольнения. Всех лишим скидок в Икея и проезда в транспорте бесплатно. Я думаю... А что... Роскосмос заключается в том, что после отказа России участвовать в Международном трибунале морском, да, никто не знает в Европе, как на это реагировать. Так и пускай не знают. Они отказались комментировать этот факт, потому что сейчас даже непонятно, состоится это разбирательство или нет. Хорошо, мне нравится. Пускай думают... Знаете, это мне напоминает очень простой момент, когда я въезжал в Бостоне в последний раз, я рассказывал об этом в прошлый раз, но когда я в последний раз был в Бостоне, в Америке, конечно же, администратор, которая провожала меня в мой номер, спросила в лифте, как вы доехали с улыбкой. Я говорю, плохо. И она увяла, и она не знает, что ответить, потому что у них принято отвечать, файн, и тогда сказать, Яра, о, I am glad to see you, а-а-а, все эти завывалки американские. И также, как вы у нас провели время, я когда из Плаза выезжал в Нью-Йорк, я говорю, очень плохо, все, побелел, позеленел, ответа нет ни черта, вот так с ними и надо разговаривать. Что они нас хотят на свою программу поставить, и в результате нас ненавидят, что мы не становимся такими же зомби, как они. Там еще в другом дело, по-моему. Дело в том, что опять наши, наши, конечно, глупость сделали, как всегда. Наши же с нашими воровскими схемами, чтобы не платить все налоги, они тоже накосячили с этой, не вышкой, а как с этой платформой. Они же ее неправильно зарегистрировали специально, чтобы не оплачивать лишние, по-моему, налоги, так. И она не плавсредства зарегистрирована, понимаете? И к этому придрались на Западе. И вот это, вот все время мы ловимся на собственных каких-то воровских схемах. И поэтому наши не могут часто адекватно ответить, соответственно ответить. Потому что сами там что-то химичили. Вот, ну, я так скажу, вот у меня яхта была бы, и на нее бы забрались. Ну, я бы точняк сказал охране дать в лоб каждому и свалить его. Причем независимо от того, яхта у меня зарегистрирована как яхта, или как лодка, или как надувной матрас. А представите, наша платформа, наши эти, не гринписовцы, а те, кто замышляют, те, кто дали бабки на эту провокацию, это же не гринписовцы. Гринписовцы это исполнители. Гринписовцы все делятся на негодяев и придурков. Одни верховодят негодяя, а придурки искренне верят, что они защищают сейчас планету от нефти. Им кажется, что они делают доброе дело, и честь им и хвала. Они думают, что они очень добрые. Ну, и действительно, они добрые люди. А я забыл, что я хотел сказать, поэтому можете. Можете. Четвер хотел умное сказать, но умное выскочило из головы. Я хотел сказать, что тема по гринпису понятна. И действительно, то, о чем мы говорили, много раз встречает очень горячий и живой отклик от нашей аудитории. Люди поддерживают вашу позицию, говорят, что да, это действительно так. Ведь гринпис все эти акции проводит нарочито, шумно, громко, для того, чтобы успеарить это все в Европе. А наши против... А кто в интернете за гринписовцев? Те, кто во время работы ничего не делают. Которые сидят на работе, которым не нравится их работа. И вот эти вот под никами, вот эти злыдни, злогеры, как я называю, да, вот они все и поднимают шум в интернете. Но есть люди, которые реально работают. Совершенно удивительное сообщение пришло по каналам информационных агентств. В конце этой недели в Москве собираются главы российских городов, мэры. Зачем это делается? Ой, я знаю про это, зачитайте, это замечательно. Новый глава президентского управления кадров Антон Федоров прочитает мэрам лекцию по антикоррупционному поведению. В том числе проведет ликбез по отказу от зарубежных счетов и правилам подачи деклараций. Мэров поучат урбанистики, тонкостям привлечения инвестиций, а также ознакомят со свежими политическими тенденциями. Ну, конечно, когда и про лекцию по антикоррупционному поведению. То есть, это официальное признание коррупции среди мэров, да? То есть, это не... Я понимаю, если бы тех, кто замешан в коррупции... Ну, между прочим, я знаю пару мэров, которые вряд ли замешаны в этом. Хотя, верится с трудом даже мне в то, что я сказал. Но, если бы их посадить всех за коррупцию и там прочитать им лекцию на будущее. Мол, когда выйдете, знайте, надо вести себя по-другому. Это точняк, как, помните, Нургалиев решил полицейских гуманности обучать, курсы гуманности пытался устроить. Но это гениальное сообщение. Они настолько зажрались наверху чиновников, что они даже не понимают глупости собственных формулировок. И как они раскрываются перед всем народом. Они признали сейчас всенародно в коррупции. А еще они им лекцию прочитают об урбанизации. Что це таке? Мне хочется спросить. Что це таке лекция по урбанизации? Как гастарбайтеров поселить в одном вагончике 16 человек поперек кровати поселить? Что это? Он дурак на дураке. И дураком погоняет. Тут Евтушенко есть. Поглядив в глаза черновник по всей России на чиновники, чиновник, как бацилла на бацилле. На этой прекрасной ноте мы уходим. Поэтической, я бы сказал. Поэтической. Мы уходим на короткую рекламу. Программа «Неформат» только что преодолела свой экватор. У нас впереди еще час сатирических памфлетов. Да. Но все-таки я предлагаю разбавить немножко разговор о политике, потому что хочется иногда и светлого юмора. Да? Поэтому такая вторая часть... Ну, несколько сообщений для начала, Михаил Николаевич, от наших слушателей, которые присылают их на 8870 и в гостевую книгу. Вот, в частности, Анна из Гатчины из Санкт-Петербурга прислала объявление на мясном магазине. Всегда свежее мясо. Комбикорм, сено, навоз. Да, в общем, все свежее и очень так по вкусу хорошее. Объявление в газете. Ну, вот как такое можно напечатать? Очаровательные котята от небольшой собаки. Я, я... Максим, вот я стал, может, смеяться, если я это скажу. И я смеюся, но я действительно не понимаю, как это могло появиться. Просто что имеется в виду? Котята лучше продаются. Если от небольшой собаки. А если от большой собаки? От большой собаки, тогда это следующее объявление. В Токровом центре в Ростове реклама. Приведи ребенка, получите игренка. А, и не важно, что это... Это им кажется, что это рифм. Слушайте, я видел рекламу, это же по телевидению идет. Вот, помните, мы с вами говорили о непрофессиональности во всем. Это молодые менеджеры, вот эти рекламщики, они стряпают рекламы. Боже, как хорошо, что нет ни Пушкина, ни Чехова, ни Толстого в наше время. Они бы умерли тут же, услышав это. Раз, два, три. Скажи, кашлю... Уходи. Да, да, да. Раз, два, три. А, раз, два, три. И кашу, и не место в груди. Вот я это слышал с собственными ушами. Им кажется, что это рифма. Ой. Это просто много есть современных поэтов, писателей, которые выкладывают свои... Нашли себя, наконец, в настоящей поэзии. Ой, я об этом расскажу, потому что я подборку сделал на прозеру цитат из произведений молодых писателей. А в Перово ветхлиника написано «Ремонт животных». Вот так вот. Ремонт прикручивает гайки. Это новое высокотехнологичное общество, которое воспринимает лучше ремонт, чем охуято помощь. А, да, это технологии новые. В магазине полуфабрикатов в холодильнике коробочка на этикетке названия «Чебупели». А может «Чебупели», я не знаю. Но вы молодец, Максим, вы зашли в интернет и посмотрели. Это, оказывается, чебуреки вместе с пельменями. Да, несколько средних. И что? И как они сделаны? Вот как наши любят все-таки соединять слова и получать таких кентавров? Даже, я же, знаете, видел даже пельменебургер. Пельмень-бургер. 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 Это же произнести невозможно. Пельмень-бургер. А вот насчет чебупели, я должен сказать, что недавно я в меню видел и хорятики тоже. Их вместе надо хорятики с чебупелями. И вот, знаете, думать, что он жрет. А пить я буду фреш. А забить все фрешем. Хорятики-то с кротонами. И поэтому запить все фрешем. И мы думаем, какой я кру... Вообще, все это для лохов. В Сочи пришло сообщение в аэропорту, в туалете объявление. В комнате, где умывальники стоят, написано «Не курить». Там, где писсуары, окурки не бросать. Ну, это только у нас, возможно, в стране, да? Голландцы на ум не придет сбросить окурок. Ну, почему я не знаю, я назвал голландца, конечно. Там докуривают все до конца. Абсолютно пяточку добить голландец должен добить патюшка. Он не анаши. И на приразломную. Лезть с этим самым. Без нее никак. Ну что, мелкие такие диалоги. Бытовые чисто. Современная версия фильма «Собака Баскервилли». Берримор, зачем вы сигналите в огно айфоном? Я не сигналю, сэр. Я хвастаюсь. Разговор в женской компании. А вот мой муж-программист. Целыми днями сидит за компьютером. Ну, а какие у вас комнатные растения? Изящную фразу слышал. Моя жена мне изменилась с олигархом. Один мужик другому говорит. И что, говорит, у меня выросли рога изобилия. Остроум наш народ, конечно. Здравствуйте. Такой диалог. Здравствуйте. В солярий можно? Конечно. Вам на сколько минут? Мне бы на недельку, пока менты район прочесывают. Знаете, я для чего эти диалоги сочиняю иногда? Ну, чтобы не думали, что я такой уж злокачественный сатирик. Все, политики, а политики. И потом молодежь говорит, что мы не можем сочинять. Прикольный юмор сочиняется легко. У меня вот как раз здесь вопрос, Михаил Николаевич, по поводу того, что люди не могут достать билеты на ваши концерты. Человек пишет, когда состоятся ваши следующие концерты, очень хочу на них попасть. На Таганку попасть было невозможно. Константин, Москва. Ну, я хочу сразу исправить его одну ошибку. Театр, я выступал не в театре на Таганке, а в театре Содружества актеров Таганки. Там когда-то мы работали с Леней Филатовым, с Володей Качином, Царство Небесное и Леней Филатовым. И я в память об этих концертах выступаю там. Действительно, было три концерта недавно, и билеты закончились за две с половиной недели до этих концертов. И мы с Хазановым договорились, и мне приятно, что Гена обратился ко мне с этим предложением провести у него мой полуюбилей 29 ноября. Полуюбилей, потому что я еще столько же хочу прожить, сколько я сейчас прожил. И Хазанов предложил хороший прием очень. Он мне говорит, ты не любишь праздновать свои юбилеи. Ну, действительно, юбилей это в чем-то репетиция похорон. Приходят одни и те же люди, дарят цветы к ногам, ты сидишь в кресле. Все это какая-то реанимация. И Хазанов говорит, давай не звать никаких гостей, потому что гости все равно одни и те же ко всем приходят, уже пугаются друг друга при встрече на вечерах таких юбилейных. А давай сделаем вот что. И он классный прием предложил. Прочитай все свои любимые рассказы, начиная с первого своего выступления на телевидении. А ведь первый рассказ у меня был не два девятых вагона, а письмо первокурсника домой. Я еще был студентом тогда. И я действительно собрал, сделал подборку до сегодняшнего времени. Вот до самых последних событий, которые мы с вами обсуждаем. И мне эта идея очень понравилась. Но и билеты, так как на Таганке кончились, в Театре Содружества Актеров Таганки кончились за две недели с половиной до моих концертов, стали очень быстро раскупаться в Театре Эстрады. И мы сделали даже второй концерт. Поэтому тем, кто вот написал сейчас, таких писем довольно много приходит и мне, я хочу сказать, что надо, конечно, поторопиться. Потому что я думаю, что как-то билеты улетают, как японские пирожки. Из той пирожковой. Из той пирожковой, которую я во второй раз уже не произнесу название. Ну а я, в свою очередь, что люблю делать, когда праздную какие-то даты? Ну не праздную, отмечаю скромненько. Я люблю делать подарки друзьям. Мои друзья кто? Мои зрители. Поэтому я по традиции заготовил своим зрителям подарки. Всем, каждому, кто придет на этот концерт, я подарю диск с фильмом документальным, коим я особенно горжусь больше, даже чем собственными концертами. Чтобы не думали, что Задорнов это просто тихая ржака. Ну, даже не тихая, а дикая. Ой, у меня Хазан вчера позвонил, говорит, хохочет. Я говорю, не могу постановить его. Он говорит, представляешь, что я прочитал? Я читаю про Сталина. Вот какая связь может быть между Сталином и мной, как вы думаете? И там написано, что на одном из съездов партий, еще в царское время, в Думе, в Думе. Ленин же был одним из депутатов. И когда кто-то сказал, и написано в этой книжке, что когда кто-то сказал, у нас нет партии, которая может взять власть в свои руки, Ленин выкрикнул своим голосом, который я не могу изобразить, есть у нас такая партия. И раздался хохот такой долгий, как на концерте у Задорнова. Нормально меня сравнили с Владимиром Ильичем. Первый раз Хазан Хохотин. Довольный такой. А почему про Сталина вы сказали? Этот хохот Сталина, что ли? А эта книжка про Сталина, но почему там совершенно он не про Сталина? Вот такая связь у меня со Сталином. Никакой, короче. Да, друзья, я хочу сказать всем жителям нашей огромной страны и зарубежья, если вы смотрите первый канал в это воскресенье, то обязательно включите его в 16 часов, потому что будут показывать наш большой концерт «Все хиты Юмор ФМ», где Михаилу Николаевичу по случаю полу-юбилея был вручен небольшой подарок. Пусть это станет для вас сюрпризом. В это воскресенье на первом канале «Все хиты Юмор ФМ», где выступит и Михаил Задорнов. За меня посмотрите, потому что у меня не будет времени, к сожалению. Ну, что, сколько у нас времени до перерыва? У нас сейчас перерыв небольшой, после которого мы обязательно вернемся. Продолжается программа «Неформат» в прямом эфире из студии в Москве. Михаил Задорнов, который отвечает на ваши вопросы, подводит в итоге недели. Ему помогаю, как могу я, Максим Забелин, я продюсер радиостанции. На этом простом основании читаю ваши сообщения, принимаем ваши звонки и будем в конце часа устраивать блиц. Ну, я продолжу, да, такой юмор, который совершенно не имеет никакого смысла. Ведь мы же говорим «чувство юмора», значит, юмор надо чувствовать. И объявляются результаты забега на 100 метров. Предпоследнее место заняли эстонцы? Нет, японцы. Последнее место заняли эстонцы? Нет, голландцы. А где же эстонцы? Эстонцы опоздали на соревнования. Все, на меня сейчас как повалятся негодующие отзывы из Эстонии. А я говорил, женщина на корабле к несчастью, кричал капитан тонущего судна. Смотря с какой стороны смотреть, отвечал матрос, уплывая на резиновой бабе. Вот такая дурь полная. Кстати, когда в зале читаешь, люди так смеются, как дети. Им тоже дурь нравится. Ну, дурь в хорошем смысле. Ну, они отдыхают просто. Ну, конечно. Все, все, говорит, одна деваха, другая. Я больше пирсинг не ношу. Почему? Прикинь, пошла купаться в речку, поймала щуку на пупок. Как вам удается сохранить зубы такими белыми? Все дело... А я считаю, это реклама. Как вам удается сохранять зубы такими белыми? Все дело в пасти. Да, да. Я просто каждый день мою пасть. У меня две новости. Жена, слышишь? Плохая, очень плохая. Ну, давай с плохой. Я поклеил в спальне обои, но они получились с комочками. А очень плохая. Пропали твои хомячки. Звонок в дверь. Кто там? Ваш сосед снизу. Скажите, я похож на супчик Роллтон? Да нет. Так что ж вы меня, твари, горячей водой заливаете? Ну, и последнее, моя любимая. Один автолюбитель другому. Недавно попал в аварии из-за нафигатора. Ты хотел сказать навигатора? Да нет, нафигатора. Через каждую минуту. Ну, и нафига ты повернул налево? И нафига я за тебя замуж вышла? Вот после такого абсолютно бессмысленного юмора можно перейти уже к умничанию нашему. Да, давайте так и сделаем, потому что следующее наше сообщение будет касаться наших соседей. Белоруссии. В Белоруссии в преддверии чемпионата мира по хоккею 2014 года вышел специальный англо-русский разговорник. Этот разговорник выпущен специально для работников магазинов, ресторанов, гостиниц. И он содержит некоторые рекомендации, как вести себя с иностранцами. В этом разговорнике, который находится сейчас и перед вами, и передо мной, есть некоторые фразы. Во-первых, как он называется? Он называется следующим образом. «Разговорный иностранный язык, в скобках английский, для работников объектов придорожного сервиса». Что это такое? Что за придорожный сервис? Сразу возникает вопрос. Ну да, учитывая, как и при дорогах туалеты стоят у нас, то там, оказывается, еще и сервис будет. Конечно. Сантехники не будет, а сервис будет. Белоруссия – современная европейская страна, поэтому все люди, которые будут так или иначе обеспечивать при дорогах визит хоккейных фанатов, должны уметь не только слушать, что им говорят по-английски, но и отвечать. Так, вот интересно. А у меня нету этого разговорника, но вы мне найдите, да, посмотрите? Да, он там в стопках бумаг, да, Михаил Николаевич. Итак, разговорник состоит из 12-й страны, включает в себя 213 фраз на английском языке с русским переводом, а также произношением по-русским, выполненным кириллицей. Так. В частности, самая длинная фраза в этом разговорнике звучит так. Sorry, I didn't understand what you just said. Что переводится, извините, я не понял, что вы только что сказали. В принципе, можно заучить эту фразу и говорить ее всегда. Всегда, это на все, это уникальная фраза. Hello. Извините, я не понял, что вы сказали. Но мне нравится, что наши произносили. Hello. I don't understand. 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 R там есть. Understand. What you just said. What you just said. Ой, ну вот это как наши будут произносить вот эти все буковки. Это будет так смешно звучать, я думаю. А что там еще такое? Там есть еще некуда. Читая со всеми буковками, можно вас попросить читать? Да, хорошо, в разделе универсал предполагается, что иностранцы наиболее часто будут следующее фразу говорить. I must buy a lot of things. Я хочу купить очень много вещей. Вещей. Люди, которые приехали на хоккейные мероприятия, прежде всего с этой фразы начинают посещение магазинов. У магазинов в Белоруссии. Белоруссии. Кузбраш. Кузбраш, да. Травки. Грасис. 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 Белораша-грас. Белораша-грас, да, конечно. Грасис нет такого слова. Признаем честно. В этом разговорнике. Вот это аттракцион будет. Вы знаете, я думаю, надо, честно говоря, было бы во время этого хоккейного периода в Белоруссии поснимать, как иностранцы заходят в белорусский магазин и как с ними разговаривают. Вообще, когда по разговорнику наши пытаются что-то произнести, это их никто в мире понять не может. Поэтому наши переходят на жесты всегда. И жесты сами по себе очень смешные. Наши, например, приходят там, написано русскими буквами, креветка там, шримп, шримп мне. Наши добавляют мне, и поэтому вообще выбивают пробки у того, кому они обращаются. Или маселс, маселс. Ну, произношение другое. И тогда наши переходят на язык жестов. И вот когда они начинают показывать креветку, и говорят, у меня не получается, подруга, покажи ты креветку. А ты масел, покажи масел. Ты показывай мидию, да, моллюска. А я буду показывать креветку. И рожу креветку. Почему? Потому что креветка же. И кревуля такая стоит, такая сморчок. Мужик сморчка. Вот это for me. For me main dish. И себя скривил полностью. Это очень смешные, конечно. Всегда наши такие этюды театральные вещи показывают. Да, ну вот этот разговорник можно на официальном сайте ведомства, занимающегося подготовкой к хоккею, спортивного в Беларуси, скачать. И полюбопытствовать. Там, правда, очень много фраз. Одна из них забавная. It costs 25 dollars. То есть это стоит 25 долларов. Да, это надо запомнить. Да, все стоит 25 долларов. Там так написано цифры, ну гениально. То есть все, что они спросят, будут отвечать, это стоит 25 долларов. Потому что если я подумал, что они же не понимают, в качестве примера, предлагается это заучить. Знаете, я однажды слышал, как наша разговаривала в Англии в начале 90-х годов, был выпущен русско-английский разговорник. И наши приехали в отель и попытались разговаривать по этому разговорнику. И второй вопрос они задали. Я не знаю, что с вами будет. А в номере есть туалет. Ну потому что это у русских всегда спрашивали в России в советское время. А вы смотрите, что было. Они приехали в 4-звездочный отель и по разговорам там написано. Надо спросить, у вас есть туалет в номере? О, там коллапс наступил в администрацию. И после того, да, а как вы отдохнули? А у вас туалет, а они там даже были. У вас удобство во дворе или в номере? Вот там был вопрос. И тут не мог вонять никак въехать, удобство. Что такое? Ну туалет в номере или во дворе? И вот тут мозг на атомы распался. У нас есть еще одна новость, которая наделала довольно много шума в благосфере, назовем ее так, в интернете, где сидят люди. Мне нравится это название благосфера. Там ни одного благо нет. Зато есть сфера. Сфера есть, да. Так вот, сообщения, которые там появились, после того, как некоторые оппозиционеры, в частности Алексей Навальный, опубликовали в своих блогах информацию о том, что Министерство обороны собирается за 7 тысяч долларов закупать австрийские пистолеты производства фирмы ГЛОК. После этого даже Дмитрий Рогозин, вице-премьер России, выступил с сообщением, что цены, которые были опубликованы Рособоронпоставкой, с ними мы согласиться не можем, поскольку никакой пистолет не может стоить 7 тысяч долларов. Это идиотизм, как он заявил вице-премьер. Была дождана оценка, что эти пистолеты австрийские могут стоить, ну, порядка 50 тысяч рублей, то есть там чуть менее 2 тысяч долларов, но никак не 7. А это сейчас эта сделка состоится или была во времена Сердюкова? Я не знаю, когда она была запланирована, но о ней стало известно вот сейчас. Так вот, собиралось ведомство потратить на эту покупку в 2013 году 53,5 миллиона рублей, а в 2014-м 13,4 миллиона. Цифры космические, прямо скажем. Ну, вы представляете? Ну, а сейчас сделка заторможена, заморожена, точнее, ничего, по словам Рогозина, приобретаться не будет, более того, деньги ничего не нужны. И будут снижены цены с 7 тысяч до 6,5 закажутся пистолетом, но вы просто не понимаете, там особый пистолет австрийцев, ими можно в зубах ковырять, туфли чистить, там просто очень большой спектр услуг. Пистолет-зажигалка. Да. Вообще, из этого всего можно сделать один вывод. Вот эта сделка, я помню, я сейчас вспомнил, она ведь заключалась еще во времена Сердюкова. Так вот, смотрите, Сердюков вот столько натворил, вот государство бессовестное у нас, а он свидетелем идет, его вызывают свидетелем в суд, необвиняемым. А он говорит, а я не знал, мне не докладывали. Ему не докладывали, сколько он наворовал, он не знал этого дела. Но он с обидой, видимо, это сказал, мне не докладывали, кажется. В зоопарке тигру не докладывают мясо. Не докладывали мне. Да, не докладывали. Гаишник тоже говорит, доложите, и ему раз, и в карман докладывают. У нас небольшая рекламная пауза, после которой в студии прямого эфира ЮМРФМ с вами Михаил Задорнов. Продолжаем программу «Униформат». Некоторые сообщения, их сегодня очень много от вас. В Самаре рекламный щит для одном из кафе. Новогодние корпоративы. Для заказавших банкет до 15 ноября диджей в подарок, пишет Рустам. Уже людей дарят, понимаете. О, для баб замануха, серьезная. В Москве от Илье написано «Акция». Три восклицательных знака. «Обрежь любимые брюки за 100 рублей». Это еврейские брюки, знаете, они... Шорты – это обрезанные... Это штаны иудея. Шорты – это иудея. Вывернул. Не космополитично. Нет. Поэтому быстрее проехали, поехали дальше. Да. В Нижнем Новгороде есть кафе, которое называется просто и прямо «Прощай, товарищ». Гениально. «Прощай, товарищ». Иногда, я просто, Михаил Николаевич, очень коротко, мы пытаемся фильтровать эти сообщения. Люди, видимо, понимая, что мы об этом читаем на всю страну, и, конечно, в городе слушают очень много людей программу «Неформат», пишут буквально следующее. «Название кафе такое-то, часы работы с такого-то по такое-то, располагаемся там-то, там-то, прям такие объявления». То есть, они хотят за бесплатно рекламу получить. Голосом задорно. Да я-то от таких могу сказать «Ну, тупые». Ну и традиционная наша рубрика «Туалетный юмор». Табличка на туалете в Выхино. Туалет платный, один литр тридцать рублей. Вот, и стоит человек и измеряет с мензуркой. Мне нравится, как они могут понять, сколько. Вот, хорошая мне нравится надпись на перехватывающей парковке у метро Тушинская. Это Москва. Москва. «Водитель, не оставляй здесь машину на ночь. Помни, в полночь твоя карета превратится в тыкву. Охрана». Какие волшебники работают в охране Да, еще одно сообщение, которое, пожалуй, мы не могли никак Как последовательные критики реформы системы образования пройти Так вот, задание для первого класса Пишет нам Александр Москва У сына в учебнике написано Придумайте слова, начинающиеся на ИП и на ИТ И нарисуйте их Ну, я вообще про такие задания слышал И мне даже пришло письмо Но там только наоборот было Придумайте слова, заканчивающиеся на ИП Ну, типа ЧИП там, да И на ИТ И нарисуйте их Ну, КИТА никто не нарисовал Все нарисовали ШИТ Написали русские боги Придумайте слова, заканчивающиеся на ИП и ЭЛ ЧИП и ДЭЛ Ну, на предел, такое американское сознание Вот, действительно, многие ребята, когда видят это задание, начинают американизировать Пишут ИТИЗ, ну и дальше Ну да, ИТИЗ У нас еще, по-моему, есть два сообщения Давайте, может быть, о них чуть позже Потому что у нас сейчас наша традиционная рубрика Хит недели Давайте Долго мы к ней шли Разогревали вас очень долго, друзья Но пройти мы меня невозможно Анищенко, куда ты ушел? Да, зачем? Покинул нас В Твиттере появилось огромное количество сообщений На правах шутки я сейчас говорю Что последним было распоряжением Анищенко После того, как он узнал о своем увольнении Запретить ввоз из Китая Медведева Замечательно Твиттер Ну это очень струнно Ну да, это же произошло, когда Медведев был в Китае Но Твиттер не просек при всей своей массовости правды А правда в том, что уволен Анищенко был Когда Медведева не было Это противостояние президента и премьера И когда президентской команде надоело, что народ насмехается над министром Он ведь министр вроде как, да? Был вроде как То они его уволили, пока премьера не было А премьер вернулся, разозлился А премьер, он страшен, когда он злой Это просто медведь-шатун такой И он сказал Вот почему По возвращении Медведева Анищенко назначен Конечно То есть это обозначилось еще острее противостояния двух команд На Анищенко Но мы-то с вами знали, что его уволят Мы уже два года рассказываем об этом волшебнике Который судит о вкусе продуктов и о полезности продуктов С точки зрения политических новостей Он, кстати, не бездарный человек Он иногда такой залимонит, что чувствуется не формат, как и мы Нам его надо было бы в передачу сейчас пригласить К сожалению, мы не смогли это сделать Но, по крайней мере, мы собрали самые яркие высказывания Геннадия Анищенко Да И предложили их в нашей рубрике «Хит неделя» Давайте послушаем Давай Неформат Хит недели А они виноград портят Они его переводят в вино Представляете? Святой продукт Мы уже задыхаемся, потому что высочайшая влажность Так? Это надо помнить Значит, всем умерить свою деловую активность Есть человеческий биорит Вот понедельник всегда день вырабатываемости Что надо делать? А то вы не знаете, что надо делать А мы говорили, раз есть угроза, значит, мы закрываем Все До свидания А теперь для тех, кто на танцполе Надо набраться терпения и слушать меня Здоровья человека прежде всего Понимаете? Понимаете? Здоровья человека прежде всего Что надо делать? А то вы не знаете, что надо делать Прогуляйтесь Сделай, сделай Десять тысяч шагов Десять тысяч шагов Это пять километров Ну а что? Мало что? Это же хорошо Это? Да Это вот то, что нам всем нужно Спасибо, спасибо, спасибо Спасибо, спасибо Спасибо, спасибо Спасибо Есть человеческий биоритет Бебери Бебери Понимаете? Понедельник – день в рабат милости Самый эффективный день – это среда А четверг – максимальный спад Что надо делать? А то вы не знаете, что надо делать Всем умерить свою деловую активность Вот то, что мы с вами сейчас стоим буквально на пороге Декады ужаса Ужаса Новогодние праздники Что надо делать? А то вы не знаете, что надо делать Зачем вам пить? А они же виноград портят Они его переводят в вино Представляете? Святой продукт Продукт от Бога Они его переводят в вино Кошмар Все, до свидания Ну что? Ну что? Вот с одной стороны, вроде человек говорит Там, пейте меньше или не пейте Да? Ну почему это зависит от политики? Вдруг про грузинское вино Сказалось, что они переводят святой продукт в вино А что? А французы не переводят? А итальянцы? Почему он только... И так все свято просто Там все свято, да А что он сегодня будет делать Как помощник медведя Интересно Будет заниматься, ну, по сообщению информагентств Практически тем же Слушай, ну какая-то степень лицемерия Если сам говорил, что грузинское вино вредно А теперь сам же сказал, что его можно пить И то же самое с минералкой Ну, это даже не политкорректность Причем в глаза всему народу Но никто из них, Максим, не сказал главного Что заботиться надо о лесах Об озерах Почему они про это не говорят? Я знаю одну женщину, которая работает лесорубом сегодня Бригадиром лесорубов в тайге Очень, да я не буду говорить в какой тайге Ну, далеко даже Забайкалье такое Ну, далекое Забайкалье И я ее спросил Почему она, вот, да, возглавляет мужиков Она говорит, мужики, это Они плохо понимают в деревьях Они разбираются И они валят лес Валят страшно Это, они работают бригадами Так называемые химики После вышедшей из зоны на поселение И они ничего не... Им сколько сказали Чем больше нарубят, тем больше получат И что она делает? Она говорит, самая дорогая древесина кедр сегодня Так вот кедр нельзя вырубать Она мне говорит Тогда кедр дает силу лесу И если вырубить весь кедр А кедр, его осталось немного в нашей тайге А тайга, она, как мне сказала Легкая земли Есть два легких Канадская легкая и наша легкая И если вырубить кедр Легкая задохнется Лес скоро увянет весь И она подсовывает Похожий на кедр сосну И как бригадир ходит, говорит Вот кедр, вот кедр, вот кедр И спасает таким образом кедр Но она не справится одна Против всех этих Онищенко, которые судят О пользе дела только по политике Политика безнравственна А продуктами должен заниматься Не лицемерный, а нравственный человек Кстати, я сейчас еду в Вологду Вот сегодня вечером я уезжаю На много довольно дней На север На север, или как говорят сегодня профессионалы На севера Снимать фильм о том Какова наша природа Что в ней сохранилось И сохранилось И какие глубочайшие тайны Связаны с нашей историей Древнейшей историей Ведь действительно сегодня Открылись раскопки И с очень древними находками Гораздо древнее, чем в Палестине У шумеров В Израиле В Египте Вот еду снимать такой фильм Ну так, и вот я напоследок Хотел об этом рассказать Нашим слушателям Чтобы им не казалось Что мы только ерничаем с вами Я хотел сказать Что мы сейчас прервемся На небольшую рекламу После которой обсудим Самые знаковые предложения Которые в свое время Озвучил Геннадий Онищенко Многие из них были реализованы Многие потом отменены Но вот в этом Небольшом Танцевальном что ли ритме Мы смогли показать Что наш народ Все-таки благодарен Главному санитарному врачу Хотя бы за хорошее настроение Друзья, программа Неформат выходит на финишную прямую У нас осталось буквально 10 минут на то Чтобы подвести все итоги Этой недели И пожелать вам Всего самого доброго Но эти 10 минут у нас есть И, как я и обещал Некоторые запреты Которые были введены Главой Роспотребнадзора Геннадия Онищенко Мы сейчас зачитаем Началось все Он довольно давно Главный санитарный врач России С 96-го года И первое Громкое что ли Сообщение Прозвучало в 2000-м году Он потребовал усилить Госконтроль За производством И рекламой пива В ответ на это Представители крупнейших Российских пивоваренных компаний Потребовали отставки Онищенко Но он этого в итоге добился То есть Хорошо это или плохо Далее 2006-й год И далее Пожалуй начались Самые яркие Разоблачения И заявления 20 января 2006-го года Был введен Запрет На импорт В Россию Украинского сала Все об этом помнят Ну это Я помню Очень хорошо Это самый вредный Продукт из всех Который ввозился В Россию По его мнению В марте Того же 2006-го года Роспотребнадзор Полностью запретил Ввоз грузинских И молдавских вин В Россию Мотивировав этот шаг Несоответствием Значительной их части Санитарным нормам Также ограничение Коснулось и знаменитой Минеральной воды Боржоми Я помню Что когда она была Еще запрещена Вы высказывали Недоумение По поводу того Почему нельзя Боржоми пить Видимо его было Пить поздно Это хорошо Вы прокомментируете Поздно пить Боржоми Сказала В октябре 2006-го года Был запрещен Ввоз в Россию Латвийских шпрот Михаил Николаевич Вы как Представитель Нашего дружеского государства Ну не представитель А иногда Бывающий В Латвии Что можете сказать Как серьезно Латвийцы Относились Конечно Это главное Бактериологическое Оружие Латвии И вот все думают В Сирии Химическое оружие Какое Шпроты И сало Украинское И это страшно Если это попадет Кому-то Это надо утилизировать Очень глубоко Зарыть под землю Были и Предыдущие И следующие События Очень важными Для нашей страны В частности Были запрещены Курительные смеси Что важно С подачей Что вы сейчас сказали Это что вы имеете Ввиду Курительные смеси Это смеси Из различных Трав Кальяны Которые содержали Шалфей Гавайскую розу Или голубой лотос Они Он что лично Попробовал Это А вот это С голубой лотос Вот это С головой лотос Оставьте А вот это Меня что-то не торкнуло Не надо Да Но было Еще одно Довольно комичное Событие В 2011 году Отдельном Постановлении Роспотребнадзора С 1 июня Список запрещенных К обороту растений Содержащих Сильно действующие Наркотические вещества Была включена Петрушка Курчавая Боже мой А я то ел Дурак Надо же Я все эти годы Ел петрушку Я не знал Прости Онищенко Ну Было Несколько Еще Сообщений В частности В 2011 году Предлагалось Запретить Импорт Японских Автомобилей Поскольку Они могли Быть заражены Радиацией Которая Фукусима Последовало Время Ихагамады Аварий На Фукусима Да Ну Много Других Потрясающе И петрушку Запретить В театре Показывают Но самое Пожалуй Громкое Заявление И излюбленная Мишень критики Геннадия Онищенко Это японская Кухня Зачем Есть Эту пораженную Глистными Инвазиями Рыбу Инвазиями Да Задавал он Этот вопрос Ведь генетическая Память Не приспособлена Вернее Генетическая память Русского человека Не помнит О том Что Сырую рыбу Можно есть Поэтому Пусть ее лучше варят Ешь ее Вареным рыбе А я бы На его месте Вот Он Так делает Заявление И он ведь Причину настоящую Не называет Он не знает ее Так слышал звон Не знает где он Я например Всем советую Не есть Японскую кухню У нас Приготовленную В России Она очень вредна Она вот из той Морской золи Но она Очень сдобрена Солью и неправильными Солью и неправильными Соевыми Соусами И человек Который Ест много Вот этой еды Он Толстеет Почему? Потому что он Запивает японскую еду Зеленым чаем И чем бы он Не запивал Вся жидкость Уходит Непосредственно В жир Не выводится Она Солью И вот с этой Гадостью Которой Приправлена Российская Японская Кухня Соединяется Я когда был в Японии Ел японскую Японскую еду И вы знаете Она другая И русские Не могут эту еду есть Она для нас Невкусная И поэтому Когда Нищенко Говорит Про Японскую кухню Да Японская Японская кухня Она Не образует Этой гадости Вот я часто Смотрю Такие накаченные Охранники Там Или наши Полубандиты Или бизнесмены Они сели На японскую кухню Вы посмотрите Как их раздуло Как дирижабли Они такие Ходят туда И все время Думают Что они Едят хорошую еду Нет Друзья мои Японская кухня У нас в России Опасная еда Я почти как Анищенко Сейчас выступаю Значит я должен Идти в помощники К Медведеву Анищенко Геннадию Мы пожелаем Просто всего Самого доброго На новом посту С новым И радовать нас Продолжать Конечно Потому что Он уже Пожалуй Даже затмил Владимира Жириновского По чистоте Появления В анекдотах И Кстати ЛДПР Выступила с заявлением О том Что они будут Добиваться Восстановления Анищенко Анищенко На своем посту Он находится На своем месте Заявил Владимир Жириновский Михаил Николаевич У нас очень мало Времени На наш Супер Блиц Буквально Несколько вопросов От наших слушателей Итак Поехали Добрый день Молодой Бил Картины рисует Я не в теме Я не знаю Как он рисует Я понятия Об этом не имею Может действительно Их запретить Надо Если он так же Рисует Как он играет В фильмах Примитивно Он же вообще Примитивный актер Он раскрученный Шнягой Попсой Киношной Но А тот Прошлый Смешной Все таки Я не могу У меня не выходит Прошлый вопрос Он видимо Покупал Гороскопы И пил Энергетические Напитки Одновременно Вот нормальное Время Приворождения Закинулся энергетикам И вперед Решать гороскопы Его ни Анищенко Ни Столония Не волнует И уже не вылечит Следующий вопрос Добрый день Михаил Николаевич Это Сергей Город Тверь Узнал Недавно Что сотрудница Почты Спустила В МММ 4 миллиона рублей Скажите пожалуйста Михаил Николаевич Такой вопрос Почему люди до сих пор Гдутся на эти Три буквы Спасибо Ну во первых Правильно Сказал Насчет трех букв У нас в России Любовь к трех буквам ГУМ СУМ ПТУ ШПД ВКК У нас Основное количество Аббревиатур Всегда с тремя буквами Потому что Посылать Мы привыкли Маршрут Определять Тремя буквами А Спустила В МММ Не говорите больше Призадорный Вид такого Я вас прошу Страшнее фразу Мне только один Написал Из молодых перцев Написал Михаил Николаевич Это правда Что наше поколение Работает Как вы сказали Спустя в рукава Я никогда Такого Не говорил Видимо Вы тоже Молодой человек Не совсем знаете Как слова Употреблять Надо А в МММ Простите Да почему Да потому что История России Я много раз Это говорил Это танцы На граблях МММ Это те грабли На которых Танцует Поколение Которое не хочет Ничем заняться Кроме как На халяву Себе что-то Оторвать Ну и Ну и Получайте Друзья Ну самые интересные Вопросы Мы успели Раскрыть Ответить на них Мы прощаемся С вами До следующей недели Обязательно Встретимся С вами снова Я лишь хочу Напомнить Что в воскресенье Вас ждет Большой концерт Все хиты Юмор ФМ На первом канале В 16 часов Включайте Смотрите Ну И Михаил Николаевич Ждем вас Снова Да А 29 Я в театре Эстрады Онлайн Лайв 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 Стояк шоу От Михаила Задорнова Стояк шоу Продолжение следует...